В Казани появился свой остров Буян. Так организаторы назвали центральную горку ледового городка, что открылся сегодня у театра кукол Экиет. Помимо горок, посетителей ждут и традиционные снежные скульптуры. Стоит отметить, что в этом году городок создан по мотивам народного фольклора и сказок. Сколько льда понадобилось для строительства, расскажет Маргарита Паснова. Молодым везде дорога, подумали организаторы. И пригласили на открытие городка десятки школьников. Те скромничать не стали, тот же заполонили горки. Чтобы посмеяться, покататься, здесь простор большой. Городок раскинулся на территории в полтора гектара. Длина главной горки 74 метра, а высота 9. И пусть сегодня она пока не работала, гости парка все равно были рады. Приехали из Москвы, едем в Тюрьму вообще. Мы узнали, что здесь каждый год, в принципе, такие городки делаются. Приехали. Здорово. Мы каждый секунд сюда приходим. Здесь даже несколько раз, не один раз. Здесь мне нравится. Большая ледовая стройка началась в первых числах декабря. Мастеров попросили вспомнить фольклор и сказки. Так на площадке появились Дюймовочка, Кощей и Баба-Яга. Правда, если температура поднимется до 4 градусов тепла, то им не устоять. Городок начнет таять. На создание ледового городка ушло около 20 тысяч кирпичей. Их привезли сотеро верхних кабан. Как признавались мастера из четырех городов, они трудились и днем, и ночью. Цель была сделать не только красиво, но и внимательно. Впрочем, многим детям даже горки не нужны. Была бы возможность порезвиться. Чтобы построить ледовый городок, в мэрии не пожалели 20 миллионов рублей. А чтобы еще больше порадовать горожан, приурочили к открытию площадки конкурс «Народный Дед Мороз». За это звание боролись 28 мужчин от 18 до 78 лет. Лучшего выбирали сами казанцы. Маргарита Пастнова, Рустым Заля-Лиев, Телеканал Эфир.